Для сегодняшнего случая я выбрала расклад, который называется «12 домов гороскопа». Каждая позиция также означает сферу жизни того человека, для которого мы раскладываем карты. Первая позиция и первый дом гороскопа отвечает за личность. Чуть позже мы рассмотрим каждую позицию отдельно, а пока мы выложим все. Второй дом гороскопа – это у нас деньги, финансы, имущество. Третий дом гороскопа – коммуникация, общение. Четвертый дом гороскопа – рак, это дом, семья. Мы не смотрим в этом раскладе перевернутые карты, мы смотрим только прямые позиции. Пятый дом гороскопа – это знак «Лев». Отвечает за удовольствие, за хобби. Шестой дом гороскопа – Дева. Это долг, здоровье также. Седьмой дом – это отношения, причем отношения не только любовные, но и договорные отношения. Восьмой дом гороскопа – это трансформация. Девятый дом гороскопа – стрелец. Это дела духовные. Также дальние поездки. Десятый дом – это у нас карьера. Одиннадцатый дом – водолей. Это друзья, близкое общение. И двенадцатый дом гороскопа, который отвечает за различные тайные, скрытые области, в том числе и тайных врагов. Того человека, которому мы раскладываем карты. И сейчас можно уже говорить о некой сложившейся картине, которая ожидает Владимира Владимировича в 2018 году. Итак, пятерка Пентакли, которая выпала у нас в первом доме гороскопа. Если говорить об этой карте в формате личности для обычного человека, о пятерке Пентакли, наверное, я бы сказала, что это была бы грустная карта. Но когда мы имеем в виду президента страны и человека, который, в общем-то, изначально идет на какие-то жертвы во имя чего-то большего от своих личных предпочтений. Карта, которая выпала у нас в дом денег, семерка жезлов, предполагает некое отстаивание своих позиций в этой области. Достаточно дружелюбная семерка жезлов. И здесь человек-победитель тружени, который получает по заслугам после, скажем так, неких отстаиваний своих позиций. В доме общения семерка Пентакли. И здесь скорее некое засеивание новых семян, которые должны взойти. То есть это будут новые какие-то контакты, новое общение, новые люди, которые впоследствии дадут некий результат. Что касается дома и семьи. Тут царит мир. Это тройка чаш. Это удовольствие, отдых. И, в общем-то, очень позитивная карта для как раз домашнего очага. Тут никаких. Можно быть спокойной за нашего президента. Все хорошо, да. То есть у нас у всех, у всей стране плюс. Да. Карта восьмерка Пентакли в доме удовольствия. Карта восьмерка Пентакли означает работу. То есть наш президент будет получать удовольствие от работы. И хобби его – это работа. Работа, приносящая результат. И в этой колоде, если присмотреться, тут герой, он строит домик для своих питомцев. И очень трогательная забота о своих питомцах, конечно, в контексте работы президента, очень обнадеживает всех нас. И очень приятно осознавать, что о нас заботится. Следующая карта и следующая позиция – это дом, касающийся здоровья и касающийся работы. Работы по найму. Ну, то есть президент, президент, он, в общем-то, наш наемный работник, которого мы нанимаем. И на этой позиции у нас очень позитивная карта, которая называется «Влюбленные». Карта «Влюбленные» говорит о соединении того человека, о котором мы говорим, и той, скажем так, области, о которой эта позиция. То есть эта работа, которая и является возлюбленной нашего президента, и наша страна. И можно сказать, что в доме здоровья у него тоже всё неплохо. В плане здоровья у него тоже всё неплохо. И очень хорошо, и желаем ему этого. Далее. Дом, который касается договорных отношений, отношений вообще, отношений с женщинами, отношений с сопартнёрами. Здесь паш-чаш у нас, и это такое некое принятие ситуации, которое будет предложено ему в этой области. И, в общем-то, получение удовольствия от неё. То есть всё общение, все отношения, которые будут у нашего президента в 2018 году, будут ему приносить скорее удовольствие. Следующий дом, за который отвечает Скорпион, он касается трансформации. Сюда же денежные потоки финансовые относятся, и сюда же относятся интимные отношения. И в данной позиции, на данной позиции у нас карта восьмёрка мячей, и здесь президента ожидают ограничения. Видимо, президенту будет не до трансформации, человек сложившийся, Следующая позиция. Следующая позиция – это у нас девятый дом, это у нас стрелец, это духовность. Тут у нас выпала Королева Пентаклей. Духовность, обучение, дальние поездки связаны с этой же позицией. Здесь Королева Пентаклей, и это очень стабильная позиция, то есть никаких изменений в плане религиозной принадлежности не ожидается у президента. Все дальние поездки будут проходить в очень стабильной обстановке, в которой будет контролироваться самим президентом. И, в общем-то, очень позитивная карта. Что касается карьеры президента, карта умеренность, никаких изменений в жизни президента в плане карьеры мы не ожидаем. То есть, скорее всего, он будет спокойно без стресса переизбран на новый срок и, в общем-то, спокойно продолжит свою работу на своем посту. В доме друзей у Владимира Владимировича карта «Шестерка мечей», которая имеет значение дальние поездки, путешествия, что говорит нам о появлении в его жизни новых стратегических партнеров. И, естественно, у всех нас вместе с ним его влияние в мире расширится, и он обзаведется новыми друзьями. И в доме Тайного у президента выпала карта «Император». Скорее всего, в данном контексте эта карта будет означать то, что человек добьется в этом году того, что он не мог добиться все предыдущие годы правления и справиться с какими-то проблемами, которые были не решены до этого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok